SCP-743. Шоколадный фонтан. Класс объекта Китер. Особый слой содержания. В зону содержания SCP-743 запрещено входить всем, за исключением сотрудников класса D. Любые действия, которые необходимо провести в области, нахождение объекта должны осуществляться с помощью дистанционно управляемого робота. SCP-743 необходимо содержать в защитном контейнере уровня 4 из стали с карбидовым упрочнением. Размеры 150х75х75 см. Толщина не меньше 5 см. Сам контейнер должен находиться в защитной комнате уровня 4 10х10 м, укрепленный листами твердого металла. Внутри контейнера должно находиться полный набор резервных датчиков, настроенных на объект. Другой набор датчиков следит за целостностью контейнера. Видео, звуки и данные от всех датчиков поступают в комнату управления, в которой постоянно дежурят как минимум два сотрудника. О любой ненормальной или агрессивной активности со стороны SCP-743 следует немедленно сообщать персоналу с четвертым уровнем допуска и данные удалены. Место жительства для 24 сотрудников класса D обозначается как жилищная единица 743 или же GE-743 должно быть смежным с камерой содержания объекта. 1 числа каждого месяца сотрудники класса D, намеченные на уничтожение, вместо этого должны направляться в GE-743, пока необходимое количество не будет достигнуто. Если в GE-743 находятся менее 8 сотрудников класса D, по меньшей мере 16 сотрудников должны быть немедленно отправлены в данную жилищную единицу. В случае нарушения содержания, все проживающие в GE-743 должны быть немедленно отданы SCP-743. Также применяются протоколы восстановления содержания объектов класса Keter. Каждые два дня один из проживающих в GE-743 должен быть живым, заперт в камере содержания SCP-743 с несколькими тарелками для еды. В это же время контейнер с объектом следует дистанционно открыть. Сотрудник класса D может съесть столько предоставленной пищи, сколько пожелает, включая жидкость из объекта. Ни при каких условиях данному сотруднику нельзя позволять выйти из камер содержания SCP-743. Объект нельзя перемещать без разрешения от О5, за исключением чрезвычайных ситуаций. Во время транспортировки SCP-743 должен сопровождаться не менее чем 8 сотрудниками с четвертым уровнем допуска и не менее чем 8 сотрудниками класса D из GE-743. С 2000 года SCP-743 содержится в милитаризованном спецхран-участке содержания 02 в помещении содержания Delta. Описание SCP-743 это шоколадный фонтан из нержавеющей стали, 112 см в высоту, 47 см в ширину, вес 35 кг. На основании объекта находится сделанный с помощью лазера логотип Шепхра, компания, специализирующаяся на производстве шоколадных фонтанов. SCP-743 обычно находится в прекрасном состоянии. Он безукоризненно чист, отлично отполирован и не имеет повреждений. Объект может быть разобран на составные части, основание, шнек, цилиндр, каскады и верхушка, но стандартная экспертиза отдельных компонентов не выявила необычных свойств. На фотографии фонтанирующий SCP-743, подготовленный для устранения данной удалены. В собранном виде SCP-743 может вести себя по-разному. Покой. SCP-743 не выказывает наблюдаемой активности. Фонтанирование. SCP-743, видимо, работает как обычный шоколадный фонтан, то есть извергает темно-коричневую жидкость с шоколадным вкусом, который течет из верхушки вниз по каскадам к основанию. Вкус и запах данной жидкости совпадает с темным шоколадом высшего качества, а ее аромат вообще довольно притекателен. Однако, судя по всему, не неотразим. Субъекты, потреблявшие жидкость в больших количествах, обычно испытывают чувство теплоты и эйфории. Химический анализ показывает, что субстанции содержат большое количество веществ, которые находятся в темном шоколаде, хотя из более высокой концентрации большинства питательных веществ, особенно сахара и аминокислот. На поток жидкости не влияет присутствие или отсутствие шоколада или еще какого-либо в основании объекта. Кормление. Кормление. В полурегулярных интервалах, когда рядом с объектом находится органический материал, из верхушки SCP-743 начинает выходить поток существ, похожих на муравьев. Эти муравьи, количество которых может достигать нескольких миллионов, покрывают доступный животный, растительный или грибной материал. К лешнями отрезают от него маленькие кусочки и несут свою добычу в основании SCP-743. Похоже, что объект предпочитает поглощать живых людей, особенно тех, кто употреблял жидкость, произведенную объектом. Однако также он будет пожирать живых животных, мертвых животных и растительный материал, например, кожу хлопчата, бумажную одежду и бумагу. Установлено, что эти муравьи путешествовали более чем на секречных километров туда и обратно, принося собранные части добычи к SCP-743. Охота. Если подходящая органика не полностью доступна для SCP-743, из верхушки объекта начинают появляться различные членистоногие существа. Некоторые из них похожи на известные виды членистоногих. В частности, на насекомых и паукообразных. Но большинство не имеет аналогов среди известных видов членистоногих или других животных. Эти существа, цвет которых всегда совпадает с цветом жидкости SCP-743, обычно специализируются на определенной задаче. Типы наблюдаемых членистоногих включают в себя Маленькие крылатые насекомые, занимающиеся разведкой и наблюдением. Насекомые, которые могут проникать сквозь большинство материалов, включая сталь и титан, хотя отдельные представители могут просверлить малое количество самых прочных материалов перед гибелью. Бесконечный поток существ из SCP-743 способен в конечном итоге пройти сквозь все. Более крупные и агрессивные насекомые и паукообразные, охотящиеся на жертву. Опять же, отдельные представители не могут причинить серьезного вреда. Но объект обычно создает целые раи агрессивных членистоногих, исчисляемые миллиардами особей, что более чем достаточно для данной удалены. Обслуживание. SCP-743, как удалось установить, используют производимых им существ, чтобы те чистили и полировали его, убирали вмятины, царапины, дырки и зарубки, даже собирали его воедино, если объект разобран. SCP-743 не нуждается во включении, чтобы начать фонтанировать, но он может самостоятельно изменять положение своих переключателей. Хотя членистоногие появляются из SCP-743 значительно сильнее своих природных родичей, они ненамного живучи их. Обычно достаточно наступить на такое существо ногой в тяжелой обуви, чтобы убить его. После этого оно распадается на капли или лужицы жидкости, произведенной объектом, и быстро испаряется, оставляя после себя слабый приятный аромат. Однако членистоногие из SCP-743 практически никогда не появляются поодиночке. В настоящее время неизвестно, могут ли существа общаться между собой, обладают ли они индивидуальным разумом или же являются частью коллективного сознания. Также неизвестно, кто или что управляет членистоногими, и вообще управляются ли они, куда идет органическая материя, доставленная в основание SCP-743. Как объект может производить, по всей видимости, бесконечные запасы жидкости и членистоногих? Или же откуда прибывает жидкость? Не похоже, что SCP-743 неуязвим. Однако объект оказался очень стойким к повреждениям и использует армию членистоногих как активную систему защиты. Это приводит к теории, что SCP-743 возможно уничтожить, используя данную длину. Однако из-за очевидных межпространственных свойств объекта, вкупе с его сопротивлением к урону никаких испытаний по уничтожению, не может проводиться без разрешения О5. Примечание. Из-за особенностей SCP-743 сложно изучить источник его свойств. Никто не может приблизиться к нему без риска быть съеденным. Наше устройство функционирует не более нескольких минут, прежде чем их искрошат жуки SCP-743. Зонды, посланные в объект, не смогли увидеть ничего, кроме коричневой субстанции. А жидкость испаряется так быстро, что большинство информации о ней получено только из анализа ее газового состояния. Точно мы знаем лишь то, что SCP-743 опасен. До сих пор мы не видели какого-либо предела количества порождаемых объектом существ. Я абсолютно уверен, что SCP-743 мог нарушить условия содержания, если бы только по-настоящему попробовал. Однако объект сдерживается до тех пор, пока он непрерывно получает живых людей для питания. Поэтому я предлагаю скармливать 743-му сотрудников класса D, которые запланированы на устранение. Убьем одним выстрелом двух зайцев. Доктор Ламберт. Предложение «Смерть от шоколада» одобрено. О5. Терреса Секречна. 2000. Чистосекречна год. Субтитры сделал DimaTorzok